Ноль. Ровно столько человека, точнее не один студент в этом году не получил диплом бакалавра по специальности учитель физики в Латвийском университете. Зато есть магистр. Один, точнее одна на всю страну. Элина Нейланды единственная выпускница в этом году, которая получила диплом преподавателя физики. Как так вышло? В ее школьную лабораторию заглянула Анастасия Ружанская. Элина Нейланде учитель физики и информатики в Рижской 34 средней школе. Сюда ее пригласили работать еще студенткой первого курса. С учетом острого дефицита предметников разбирают еще зелеными. Элина признается, что росла вместе со своими учениками, получала бакалавра, теперь она магистр. Единственный в этом году выпускник-магистр с дипломом учителя физики и информатики. Это мой класс, мой кабинет информатики. Вот святая святых, всех детей кабинет информатики. Как я всегда говорю, когда первый раз приходит, здоровайтесь, это Юлик. Юлик, здравствуйте. Начинала Элина как учитель информатики. В прошлом году ей дали физику. Это у нас кабинет физики. Тут происходит основная часть урока физики. Признается, это был серьезный вызов вновь доказать, что она может и это. Пришлось доказывать, что я знаю не только один предмет, но и второй предмет. И под конец года они поняли, что действительно можно и нужно учить не только информатику, физику как отдельно, но можно и вместе. Потому что я пыталась им как можно больше это все соединить. Так как это мой плюс большой. Если я уже знаю оба предмета, почему они должны их разделять. Например, как мы видим, разные устройства, лаборатории. Они привыкли все рисовать от руки. То есть чертить графики от руки, писать все, считать на калькуляторе 10 раз ошибки. Одни и те же допускаю. А я показала, как это все можно сделать проще, используя тот же самый компьютер. Когда вы пришли сюда работать, это ведь вам по идее 19 лет, правильно? Вот эта разница в возрасте совсем незначительная. Она помогала или наоборот мешала? Я старалась, чтобы она мне помогала. То есть я это использовала во благо себе. И чтобы дети меня уважалили за то, что я молодая, и я их лучше понимаю, может быть, в некоторых аспектах. Я не говорю во всех, но в некоторых. А в каких, например, расскажите, в чем возраст может быть? Например, дети смотрят, ну уже подростки смотрят YouTube. То есть они очень удивляются, когда узнают, что я смотрю те же самые, например, каналы или те же самые видео. Или слушаю ту же самую музыку, или увидела там новый клип какого-то певца, который никто другой не смотрел. А вот я знаю. А почему вы сами когда-то выбрали физику? Физика – это что-то интересное. То есть получилось так, что я могла выбрать из нескольких программ одну, и я решила взять физику, потому что она мне оказалась в средней школе одна из самых сложных. Для меня это был какой-то вызов. Изначально, признается Элина, она не планировала быть учителем. Хотела заниматься физикой как наукой. Поступила на физмат, но отучившись год почувствовала – чего-то не хватает. На первом курсе физмата я помогала одному однокурснику с математикой. То есть у нас было окно, и мы друг другу помогали по разным предметам. Я вот помогала по математике тем, которые в этом нуждались. И он сказал такую фразу, что если бы у тебя был свой YouTube-канал, я бы была первой, которая подписывается, потому что я все понимаю в математике после тебя. Это то здание, где я училась и получила свою квалификацию учителя. А как вы думаете, почему такой дефицит профессии учителя физика? Почему не стремится молодежь идти учиться именно на учителя физики? Они идут по дороге, которая попроще. Когда я заканчивала, у нас очень многие шли на экономистов. То есть в Stockholm School of Economics это у них было очень в топе. Они все пытались туда поступить. В этом году рекордное количество человек пытались поступить в медицинские вузы. Страды и университеты, там огроменный конкурс, если я не ошибаюсь, 20-30 человек на одно место. То есть сказали, что необходимы медики. Все время, целый год говорили про медицину. И вот у нас результат, у нас переполнены медицинские вузы или программы. Это уже не важно. Про учителей говорят только в связи с зарплатами. То есть если мы посмотрим, реально полистаем или новостные ленты, или еще что-то, или сюжеты посмотрим, в основном учителя связаны с тем, что они просят зарплату. А просто рассказов про учителей практически нет. Личное дело Анастасии Ружанской, Латвийское телевидение.